С удовольствием начиная портопианный концерт. Когда-то портопианная музыка здесь, в Доме ученых, звучала в лице представителей Франильского Владимира Владимировича, он очень любил большой зал, в основном, Дом ученых. Здесь очень много записей, у меня есть пластинки виниловые, где написано, записано из концерта, из Дома ученых. Очень приятно. Погода, конечно, мы когда собирались уже уходить, просто не могли выйти, звонок за звонком, я заболел, у меня кровь из носа идет, у меня, это, прости, пожалуйста. Действительно, у меня очень хорошие друзья, которых я действительно знаю, что они не обманывают, действительно, плохо себя чувствуют очень многие. Вот вы добрались, это, скажите, слава, герои. Так, герои, да. Я хочу начать, как бы сказать, с незапрещенного в России композитора Безраильича Чайковского «Времена года». Я подумал, почему же он запрещен сейчас в цивилизованном мире. А действительно, во временах года, может быть, особенно проявляются вот эти детали, из которых конструируется русский дух, ценности, вот эти все, которые, они отовсюду, отовсюду, отовсюду набираются и собираются в русского человека, в русскую душу. Это не обязательно быть этнически русским, я это всегда, все подчеркиваю. Можно быть любым этническим, можно быть русским евреем, можно быть русским татарином и так далее, и так далее, любым. Вот Чайковский собрал здесь очень-очень-очень много из дворянского быта, из христианского быта. Мне кажется, неплохо бы вам услышать. Я приготовил историю создания цикла «Времена года». Он написал этот цикл по просьбе редактора Бернарда, петербургский журнал «Новый лист». Вот он пишет, Чайковский пишет, Бернарда. Добрейший Николай Матвеевич получил ваше письмо. Очень благодарен вам за любезную готовность платить мне столь высокий гонорарий. Постараюсь не ударить лицом грязь и угодить вам. Я пришлю вам в скором времени первую пьесу, а может быть и разным, две, три. Если мне что-то не помешает, то дело пойдет скоро. Я очень теперь расположен заняться пьяными пьесами. Ваш Чайковский, все ваши заглавия я сохраняю. Бернард прислал ему, во-первых, заглавия, ну, апрель, февраль, март, апрель, все месяцы подряд. И название пьесы. А что касается стихов, прикоснованных, это он уже после того, как Чайковский прислал ему пьесы, он подумал еще, что было бы неплохо и предпослать стихи, и порылся там в русской поэзии, и предпослал стихи, которые, некоторые из которых не очень подходят к содержанию этих пьес. Вот, допустим, я сыграю пять пьес из этого цикла. Едварь, Сумерикар. Вот, Гернард подавал стихи Куркина. И мирные дни и уголок Ночь сумраком одела, В камине гаснет уголек, И свечка нагорела. Это первое пьесы цикла. Гернард подавал стихи Куркина. 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 Закипит широкий пир. 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 другие я сразу пропускаю летние там и майские ночи и жатву кстати вот из крестьянского цикла жатва из дворянского охота тут еще одна мысль интересная что как изменилась изменился климат вот у чайковского осенние песни когда все облетело и уже листья уже не радует глаз а у нас сейчас сентябрь это в объекте это получается постоянно все время значит у него октябрь совершенно гениальная вещь скажу вам я ее несколько раз играл на панихидах и вообще она на панихидах сейчас звучит я играл на панихиде своего любимого учителя консерваторского нового осенней песня осенью осыпается а а а а СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКНАЯ МУЗЫКА СПОКНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА Спасибо! Сейчас, понимаете, это, в общем, он как кофе приглашал, я сейчас, и микрофон, ну, ну, скажи, вы. А как было, зачем ему петь, а как было. Молодец, молодец. Браво! Я когда думал, что сегодня сыграть, потому что у меня программа большая, и я подумал, интересно будет вам очутиться. Многие, наверное, все бывали в такой ситуации, примерно, как вот, плывешь на пароме, там, в десять этажей какой-то круиз, лайнер, и спускаешься, ну, не знаю, бар какой-нибудь, пиано-бар, вот где пианист играет, и спускаешься из своей каюты или там из номера, и там такая особенная обстановка, проглушенный свет, и играет пианист, люди сидят, и в каком-то... да, да, алкоголь, да, табак, все такое, женщины, мужчины, все такое... Не правильно я говорю? Очень правильно. Очень правильно. Вот, Наталья ее тут знает. Вот, и, и, вот, играет пианист, и, вот, для таких, для пианого пара существует тут особая же программа. Там же не играют Чайковского, там, или на году Тайкова, или Абамарей, да, или Абамарей, да, или Абамарей, да, или Абамарей, да. Вот одна из вещей, мисти, которая постоянно играется, ну, и я, Гришин, делал... Бывал. Бывал, играл, 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 да, эту вещь, да, да, потому что иногда меня приглашали, и я соглашался. Это было в 90-х годах, когда работы не было, да. Даже Семьер Берусска не начинал. Ну, как честно, ну, мы бы спросили, как-то бы? Ну, да, да. Ну, мы бы говорили, это не бесплатно. А название есть? Да, это мисти называется, мисти переводится, ну, волшебно, фантастично, туманно. Ну, мисти, туманофоги, а мисти... Мистерия, мистерия, вот, а фокки, туманно. Фокки, фокки, фокки. Есть, может быть, вы, имеете в виду, Смок? Есть еще Смоки, есть красивый меч Смок, да. Керман, да. А, скорее. Вы... Да, я хочу сыграть. А... Вы знаете, в бане вообще? Да, вот, да. Представьте себе, что в бане, да. Да, вы уже что-то выпили, да. Да. И ждете сейчас... Вам... Ваш смысл. Вы придете. Спутник. Да. А, это не просто вещь, а это специально для бара сделанная. Она... Импровизация на эту тему. Трансель зак bidding... Провида с хấpами. makes sense. Каждая не успели. Ты tampoco, чем... он аж решитotoный пор George мне, Ара Tibра Temple. Зачистую форму с холестом, bum летом по краске со звукой ночью дадут жизнь. которую мы разб Tableauрать семки Субтитры подогнали Симон. 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 Спасибо. Спасибо. Я хочу пригласить выступить Нину Бисерову. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Если вы нахмурясь, выйдете из дома И если вам не в радость солнечный денек Пусть вам улыбнется, как своей знакомой С вами вовсе не знакомый встречный паренек И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение не покидет больше вас Если вас, любимый, вдруг поссорил случай Часто тот, кто любит, ссорится зазря Вы в глаза друг к другу поглядите лучше Лучше всяких слов порою взгляды говорят И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение не покинет больше вас Если кто-то другом был в несчастье брошен И поступок этот в сердце вам проник Вспомните, как много есть людей хороших Их у нас гораздо больше Вспомните про них И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение не покинет больше вас И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение не покинет больше вас И хорошее настроение не покинет больше вас И хорошее настроение не покинет больше вас Дорогие друзья, я желаю вам хорошего настроения Чтобы оно у вас обязательно было каждый день Россию Вот Россию, я теперь у папы попрошу Россию Очень сильно, потому что минусовки Именно оригинальные Мне надо сделать минусовки Я очень верю, что она скоро будет Мне надо пойти в студию, в сайт На 25 дорожках это все сделать А кто там у чего? А? Мы так же заселились А? А папа? Мне надо Это вы папа Я дочка Ура 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 Нет, а он только Киселев, а я сказал не на Бисерова А все понятно А концерт Александра Бисерова Ура Я возвращаю тогда пикфорию А Шарина, браво Все, вы готовы Спасибо Аплодисменты Концерт окошь Аплодисменты 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 Иван АПЛОДИСМЕНТЫ Да, да, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Но в своей обработке играл Эрл Ганн, он такой пианист чёрный. Он довольно развязан называется. «Научи меня сегодня вечером». Девушка поёт. Я, конечно, знавал там несколько парней и знаю несколько штучек. Но научи меня сегодня вечером. Да. И я постараюсь быть хорошим ученицем. Ну, и так далее. Ну, а снова на Россию. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok